В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. 14 и 15 сентября в Одессе состоится международный женский форум о роли женщины в политике, об экономических возможностях женщины и не только об этом, но подробнее нам об этом расскажет глава общественной организации Ассоциация женщин Украины ДИЯ Наталья Делеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Следует отметить, что это форум, который проходит в Одессе во второй раз. Да. Был первый форум год назад, примерно в это же время. Точно 14 сентября. Чем он будет отличаться в этом? Количество женщин, которые приедут на этот форум, потому что мы не ожидали, что наш первый форум так разойдется по всей Украине и такие положительные отзывы о нем были. И даже спикеры, которые были на первом форуме, например, у нас была спикерка Стелла Руденко с фонда UCID. И когда я снова пригласила фонд этот очень такой влиятельный у нас в Украине, они очень много помогают женщинам и по гендерному равенству в том числе, она написала мне о том, что она не то что приедет, а она с удовольствием приедет, потому что такого душевного, настоящего, такого форума, она говорит, я вообще не видела. И она позвала с разных фондов и с посольств, ну как бы рекомендовала и уже любое наше письмо вызывало большой интерес вот к тому, к нашему форуму. Вот, ну во-первых, он будет отличаться количеством женщин, то есть у нас уже просто нет мест. И женщины все пишут, все хотят регистрироваться, все хотят приезжать. То есть на сегодняшний день у нас уже 250 женщин и из 35 городов Украины. Этот форум мы назвали «Гендерные межи» — это перспективы дегендерного диалога. Робочая мова у нас будет украинская. И весь форум будет посвящен как бы гендерному равенству. Сейчас очень все так к этому слову осторожно относятся и хочется до всех донести, что слово «гендер» — это не пол. То есть гендер — это не мужской пол, не женский пол. Если говорим о гендере, то значит, а, она, да, женщина, говорят, какие они обижены. Нет, они не обижены. Гендер и гендерное равенство — это наши стереотипы и наша роль в социальной жизни. То есть когда мы говорим о том, что женщина, ну вот я у вас прошу, и у вас перед глазами, кто будет, если я вас прошу, воспитатель детского сада. Даже я не скажу феминитива, воспитательница. Ну вы сразу женщина, ну представьте, если я скажу президент, депутат, шахтер, да, вы мужчина, представьте. Мэр, вот, кстати, и мэр на нашем форуме, женщина тоже будет. И чем больше у нас женщин, которые будут принимать решения и мэрами городов, тем и у нас в стране будет лучше. Я бы хотела отметить, вы говорите о том, что душевный был первый форум. Мне кажется, это именно потому, что он проходит в Одессе. Да, несомненно, Одесса наша душевная, гостеприимная, солнечная, как раз вот и в прошлом году была прекрасная погода, в этом году. Но я вам скажу, что он душевный, почему? Потому что это наш форум, это один из немногих, я в Украине таких не знаю, не была. Это СИЕС женских общественных организаций или общественная организация, которую возглавляет женщина. То есть это действительно те женщины, которые всей душой, всеми своими силами делают все, что в их силах, чтобы в Украине было лучше, чтобы настал мир, чтобы экономическое положение и вообще в стране улучшилось. И эти женщины, они дают такой посыл энергетический, и это чувствуется. И поэтому он душевный, потому что женщины приезжают не посидеть, не провести этот форум для какой-то галочки, а они приезжают для того, чтобы услышать, увидеть какие-то новые проекты и дальше действовать. Если говорить более предметно, о чем будут говорить женщины 14 и 15 сентября? В нашем форуме 4 панели. В первой панели мы ее так назвали «Просувание гендерной ревности на международном уровне», «Грантовые возможности для женщин в общественных организациях», Другая панельная дискуссия у нас называется «Женка в политике – экзистенцией необходимость». Третья панельная дискуссия у нас называется «Просувание женок в экономической сфере», «Поддержка подприемницей деятельности женок в малом и среднем бизнесе». И третья панельная дискуссия, четвертая, это «Как громадская организация женок может влиять на просувание гендерной ревности в стране и партнерство громадской с владой». Вот у нас такие 4 панельные дискуссии и соответственно мы пригласили спикеров по всей этой нашей дискуссии и спикеров у нас очень много, 22 человека. Ну а о ком бы вы хотели рассказать? Ой, вы знаете, каждый спикер – это, ну, не приглашенный, не просто так. У нас будут спикеры иностранцы, то есть и посол Германии у нас будет, который будет рассказывать, как просувают гендерную ревность в Немечине. У нас будет и спикер из США, из Хорватии. К нам приезжает очень влиятельная женщина Польши, Дорота Мостальска, которая возглавляет огромную, как бы, общественную польскую организацию предпринимателей всей Польши в Кракове. В принципе, всей Польши она называется «Арена бизнеса». И она как раз будет рассказывать женщинам о том, как женщин подталкивают заниматься бизнесом, малым или средним, неважно каким, как это делается в Польше, как Польша помогает. И также будут рассказывать о том, как в Польше действительно помогает женщинам, как в их агенциях розвитку Польши залучают женок до бизнесу, как они им дают дотации. Это очень интересно. И когда-то мы к этому тоже придем. И если Евросоюз сейчас Польша выделяет 84 миллиарда евро на такие, как бы, грантовые возможности, которые дают без возвратной помощи бизнесменам, начинающим бизнесменам, я думаю, когда-то это будет и в Украине, к нам приезжает народный депутат Украины Ирина Суслова, которую возглавляют под комитет как раз под гендерному равенству. У нас будет огромное количество депутаток, местной рады, районной рады, ссылочной рады, областной рады, которые будут рассказывать женщинам, зачем они в политике, как им там, как они это совмещают, и нужно ли вообще женщины идти в политику. Если нужно, то они будут приводить доводы, зачем им нужно. Делиться опытом, результатами своей работы. Да, и, например, у нас будет заммэра города Ирпень, который расскажет, как они за три года, и покажет даже это, вот что они сделали за три года, как они превратили город Ирпень просто в удивительный город. Я смотрела этот ролик, я читала тезис ее выступления, меня просто это поражает до глубины души. Кто выступает организаторами этого форума в Одессе? Да, организаторами этого форума является полностью Ассоциация Женок Украины ДИЯ, и моральные, финансовые, все-все-все организационные моменты лежат на нашей общественной организации. Единственное, нам помогли это Украинский Женский Фонд, мы выиграли небольшой грант, огромное им спасибо. А, в принципе, это все как бы общественная инициатива, и все Ассоциация Женщин Украины ДИЯ. У нас, нам еще нет два года, но у нас уже больше десяти представительств по всей Украине, мы, и к нам на форум приедут все наши филии, а это Ужгород, Тернополь, Кропивницкий, Новая Каховка, Николаев, Черновцы, Ужгород, Херсон, ой, господи, и так далее. У нас, кстати, уже даже филиалы, уже открылись как бы представительства в Праге, вот сейчас в Нью-Йорке хотят открывать, в Бельгии. И как-то мы так разрастаемся, такими быстрыми темпами, и когда меня пригласили в Кропивницкий Ассоциацию Женок Украины ДИЯ стать представницей в Кропивницком, Юлия Шкурпей, я у нее спросила, Юля, зачем вам это надо, например, у тебя есть тоже общественная организация. Она говорит, да, у нас в Кропивницком много общественных организаций, вот 25, например, есть, которые, вот, женщина или женщина возглавляет эту организацию. Я говорю, так, а что, а зачем? Она говорит, вы знаете, мы не можем объединиться. Вот каждый тянет на себя какое-то идеало, и у нас нет его какого-то, ну, не знаю, лидера, человека, какой-то организации. Вот мы видим то, что вы делаете, нам это очень нравится, и мы хотим, чтобы мы стали представительством, и тогда мы объединимся, и мы тогда пойдем как бы нога в ногу. А пока мы этого не можем сделать. Я говорю, ну, хорошо, и вот мы приехали в Кропивницкий, делилась с ними опытом, они приезжали к нам, и вот у нас прекрасный такой филиал образовался. Они полностью поддерживают все наши проекты и очень много стали делать. А я позволю себе задать вам такой же вопрос. Зачем вам это надо? Вот организация, ассоциация женщин Украины ДИЯ, форум, наверняка отнимают много времени, сил, энергии. Ой, вы знаете, мне об этом, ну, часто задают этот вопрос. Я сама иногда, господи, да, сколько, вот я с вами сижу, разговариваю, а у меня в голове, ой же, это же там программа, то есть спикер, ой, а это же надо приехать, ой, надо. Вы знаете, я просто хочу, я боюсь, чтобы мои дети, мои внуки не уехали жить за границу. Я хочу, чтобы они оставались в нашей стране, видя, как, ну, вот люди, они говорят о том, что да, надо что-то делать, да, вот все такие, все рассеки, ну, давайте конкретно что-то делать. И, кстати, наш форум мы называли ДИЕВЫЙ, ну, как бы организация наша ДИЕ называется, да, это потому что действие. Я была на огромном количестве форумов, которые просто ни о чем. Вот я, например, прихожу, слушаю и не понимаю, да, давайте будем делать, да, нам нужно повышать гендерное равенство, да, нам нужно женщин в политику, или там, нам нужно женщин в предпринимательскую деятельность. Что конкретно? Какие есть проекты? Какие есть примеры? Какой есть опыт? Вот, когда я над этим задумалась, я подумала, что нужно действительно делать форум, где конкретно люди будут рассказывать, что они сделали, что у них получилось, научитесь и нас. Вот, например, наш первый форум прошел, да, мы, например, започаткували такой проект «Женоча деа в истории Украины», потому что здесь большое у нас тоже гендерное неравенство, то есть историю умалчивает о женщинах. Нет памятников персонафицированных, нет барельефов, нет мемориальных досок, не называют именами женщин улицы. Почему? Не знаю. Вы, кстати, первый форум посвятили. Да, и вот, когда вот этот форум прошел, смотрите, мы в Одессе повесили портрет Елизаветы Ксавернии Воронцовой, которая наша меценатка, которая, в принципе, в Украине первая, как бы, сделала такую общественную организацию женскую. И когда мы пришли в Пасоприоженский собор, кроме плиточки в полу, вообще ничего не было. И мы такие повесили портрет, табличку, что это Елизавета Ксавернии Воронцова, что она родилась тогда-то, умерла тогда-то. Это было, кстати, очень трудно сделать на самом деле. Ассоциация женок Украины Кропивницкий, они повесили барельеф на больнице, которая построила еще в 1903 году на собственные деньги. Ганна Дмитриан, это было 320 тысяч рублей, это были бешеные деньги. И там было имени, ну, как бы, она своей дочери, которая умерла, святой Анны. И даже вот эту вот святую Анну закрашена была краской. И кто эту больницу построил, она действует по сей день. И они повесили этот барельеф, где было написано, что эта больница построена за деньги, меценатки, Ганны Дмитриан. Кстати, раньше люди, когда собирались богатые, вот такие, как они, они обсуждали не о том, куда они поедут, полетят или какая у них машина, а что они конкретно сделали. Благотворительные, построили гимназию, построили больницу. Вот тогда это было престижно. К сожалению, у нас сейчас не так, но нам нужно что-то делать и что-то менять. И вот, например, этот проект, а в Краматорске они хотят улицу назвать имени женщины. А благодаря нетворкингу, который произошел на первом нашем форуме, Кропивницкий рассказал Краматорску, например, что у них есть батькевские рады при меському голове. И они контролируют и чего-то добиваются. Краматорск перенял опыт Кропивницкого, они уже сделали такие батькевские рады. А благодаря первому международному нашему форуму мы там решили, что мы поедем в делегации в ООН. И 20 женщин, которые были на форуме, мы поехали на 62-ю сессию ООН. Это благодаря первому форуму. Именно поэтому он диевой. Да. Вот. И огромное количество желающих приехать в наш форум. У нас уже, я говорю еще раз, уже некуда просто посадить. И, в принципе, возникновение вот этой мысли о форуме у меня возникло в 2015 году, когда я была на конгрессе в Варшаве. Вот там я увидела действительно вот диевы, вот такой вот, только это конгресс. Там были тысячи женщин. Но они говорили не ни о чем, что нужно сделать, они говорили о том, что вот нужно это сделать. И когда я все это увидела, я думаю, боже мой, вот нам нужно такое делать. И я думаю, что этот форум, он все-таки в конгресс перерастет. Вы уже сказали о том, чего удалось добиться после первого форума. На какой результат рассчитываете сейчас? Я уверена, что результат будет непременно. Потому что приезжает намного больше общественных женских организаций. У нас, кстати, два дня форума. То есть первый форум вот в Лондонской мы собираемся. А на второй день у нас будет посвящен конкретно нетворкингу, знакомству. Потому что именно оттуда, от обсуждения, от знакомства, и больше всего получается потом в проектах новых и новых идей. И то, что это будет непременно, то, что женщины услышат, и опыт спикеров, которые будут рассказывать о таких вещах, как, например, Ольга Шахин из Тернополя будет рассказывать, как они добились, общественные организации, предприниматели, например, о том, что магазины, которые в аренду, не нужно каждый год подтверждать эту аренду, оформлять всякие документы. Это проходит автоматически. И она расскажет, например, как они это сделали в Тернополе. И, боже мой, и таких конкретных действий будет очень много. Я не могу сказать, да, мы будем говорить о том, что еженочий день в истории Украины, но мы вернемся и к нашей современности. И у нас будет присутствовать полковник национальной гвардии, который расскажет о погибших женщинах в АТО, где они жили, и что нужно тоже поднять эту проблему и увековечивать их память. Мы будем говорить о очень многим о том, даже как женщины поехать на стажировку за границу, общественному деятелю, причем бесплатно. Мы будем говорить о том, где женщины могут получить гранты, поддержку. Мы будем говорить о том, что нам нужно все равно находить партнерство с Владой, потому что наша власть считает, что то, что они делают, то есть чиновники, это хорошо. Что предлагает общественность, это не совсем, наверное, то. А вот нужно делать вот так, как они считают нужным. Нам нужно, чтобы наша власть услышала. Спасибо вам огромное за то, что, несмотря на такой плотный график, вы нашли время и рассказали нам о значении этого форума для нашего города и для всей Украины. Спасибо еще раз. Я напоминаю, что у нас в гостях была глава общественной организации Ассоциация женщин Украины ДИЯ Наталья Делеева. Меня зовут Валерия Володина. Оставайтесь с репортером.